В этом уроке мы начнем знакомство с инструментами цветовой коррекции изображения Adobe Photoshop Lightroom, которые находятся вот в этой вкладочке HSL, Color и Black and White. Здесь скрываются целых три больших арсенала инструментов, поэтому мы посвятим им несколько уроков. В этом уроке мы рассмотрим HSL, что означает Hue, Saturation, Lightness, то есть цветовой тон, насыщенность и яркость. Для того, чтобы открыть эту вкладку, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl-3. Вот она открылась. Итак, в первой вкладочке у нас находятся вот такие ползунки. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь тонов. Восемь основных тонов. Hue – это цветовой тон. Он означает, что мы можем менять определенный цветовой тон на изображении. Можно пользоваться ползунками вручную, а можно также воспользоваться инструментом Adjust by Dragging in the Pot. Мы уже знакомы с ним по разделу работы с тоновой кривой. Давайте попробуем. Возьму этот инструмент и попробуем изменить, к примеру, тон платья. Вот так. Так как губы у нас сходного оттенка, то меняется и цвет губ. Таким образом можно менять некоторые оттенки на изображении. Или, например, оттенок фона. Сделать его каким-либо другим. Вот видите, как все просто. Можно изменить одним движением ползунка. То есть даже не ползунка, а точки на изображении. Для того, чтобы сбросить настройки, удерживаем клавишу Alt. И надпись Hue превращается в надпись Reset Hue. Нажимаем. И настройки сбрасываются в ноль. Кстати, вот этот вот трюк с клавишей Alt и превращением кнопки параметров в кнопку Reset работает и во многих других вкладках коррекции. Теперь перейдем к следующему параметру. Параметр Saturation. Saturation означает насыщенность. Давайте сбросим его. Reset Saturation. И посмотрим, как он работает. Здесь можно также работать либо с ползунками вручную, либо воспользоваться инструментом Directly Adjust Saturation. Также выбираем нужный нам объект. Например, я хочу уменьшить насыщенность фона. Что-то он слишком такой яркий. Перетаскиваю ползунок вниз. И насыщенность фона уменьшается. Можно вообще его обесцветить. Вот таким образом. Если я хочу поднять наоборот насыщенность каких-то деталей, то это также сделать несложно. Ставлю курсор на то место, где нужно поднять насыщенность. И тяну вверх. Давайте сравним, что было и что стало. Вот таким простым способом можно совершенно изменить фотографию. И, наконец, перейдем к последнему параметру. Это параметр Luminance. То есть яркость. Или его еще называют Lightness. Также сбросим параметр Saturation. Нажмем клавишу Alt. И Reset Saturation. Вот так. Теперь перейдем на вкладку Luminance. И также будем разбираться, как она работает. Сейчас сбросим все параметры. Здесь по аналогии. Можно работать либо с каждым ползунком в отдельности, либо выбрать диапазон цвета с помощью того же самого инструмента. Например, я хочу увеличить светимость фона. Вот так. Сделать его немножко посветлее. Вот он стал светлее. Или, например, сделать платье немного потемнее. Вот так. Но здесь у меня затрагиваются и телесные оттенки, поэтому нужно быть осторожным. К примеру, хочу я осветлить кожу. Кожа преобладает в основном желтый оттенок. Также ставлю на кожу и тяну вверх. Кожа осветляется. Для того, чтобы лучше увидеть изменения на изображении, можно его немножко увеличить. Вот так. Нажимаю пробел. Это временно превращает любой инструмент в инструмент рука. Так же, как и в Adobe Photoshop. И вот здесь на коже у меня больше красных оттенков. И изменение ползунка светимости желтых оттенков на него не подействовало. Желтый и оранжевый не действуют здесь. Попробуем поработать локально. Вот так. Как видим, здесь работает уже красный ползунок. Мы осветлили кожу. Причем значительно осветлили. Такой прием осветления кожи часто используется в гламурной фотографии, когда кожа модели практически полностью выбеливается. Теперь посмотрим, какая фотография у нас была. И какая стала. Но здесь мы можем увидеть только изменения, которые произвели вот в этом вот диапазоне. В диапазоне Luminance. Saturation и Hue мы не увидим. Для того, чтобы увидеть все изменения, нужно нажать клавишу обратный слэш. Вот так. Такая фотография была. И вот такой мы ее сделали. Как видим, изменения очень значительные. И, наконец, если щелкнуть на вкладку All, то здесь мы увидим все ползунки всех трех вкладок. Но часто они просто не влезают в рабочее окно программы, и я не вижу смысла так вот с ними работать. Хотя, может, кому-то это и будет удобно. Мне удобнее просто переключаться между вкладками. Поработал с одной, перешел в другую, затем в третью. Хотя, может, иногда и нужны все сразу. Это зависит от того, как вы работаете с изображением. Давайте сбросим все параметры. Нажмем Reset. И изображение пришло у нас в исходный вид. Итак, в этом уроке мы познакомились с работой параметра HSL. Это такая коррекция, которая затрагивает цветовой тон, насыщенность и яркость любого цветового диапазона. Оперируя этими ползунками, можно менять и настраивать любой диапазон цвета на изображении. И таким образом значительно изменять или наоборот устранять какие-то дефекты на изображении. В следующих уроках мы познакомимся со вкладками Color и Black and White. Продолжение следует... Продолжение следует...